Последнее в этом году заседание антинаркотической комиссии началось с торжественного поздравления и вручения дипломов победителям конкурса рисунков и художественных работ. Дети Самары за жизнь без наркотиков. Памятные подарки вручали воспитанникам детских художественных школ и школ искусств. Спасибо вам огромное. Большое дело вы делаете. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете принимать участие. Своих одноклассников приглашаете. В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные вопросы, направленные на потребление незаконный оборот наркотических средств и обсудили планы работы на будущий 2024 год. Как и прежде, приоритетным направлением в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков является пресечение деятельности организованных преступных сообществ. За 9 месяцев 2023 года на территории города Самары расследовано 671 преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Выявлено 81 лицо, совершившее преступление указанной категории. Сотрудниками администрации внутригородских районов Самары совместно с отделом полиции, управляющими компаниями и ТСЖ на постоянной основе проводится мониторинг территорий на предмет несанкционированных граффити, на фасадах многоквартирных домов, зданий и сооружений, а также на тротуарах с целью выявления рекламы наркотических средств и пресечения фактов их употребления и незаконного оборота. В текущем году на отчетную дату на территории Октябрьского внутригородского района выявлен 251 факт несанкционированного нанесения граффити на фасадных многоквартирных домов. В административной комиссии Октябрьского внутригородского района было возбуждено и рассмотрено 15 административных дел. Следует отметить, что при выявлении фактов административных правонарушений юридические и должностные лица в течение времени установлены законодательством для устранения указанных фактов устраняют выявленные недостатки. Кроме того, в целях профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, районными администрациями созданы отдельные чаты в мессенджерах, в которые включены управляющие микрорайонами председатели ТСЖ, сотрудники управляющих компаний. Любой житель района может сообщить о незаконном использовании для сбыта наркотических средств жилых и нежилых помещений. В администрации города напоминают, обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, можно сообщить анонимно по телефону 337 36 26. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok